Я бывал в Калуге в разные времена и по разным поводам. И когда мне удавалось побродить по старинным Калужским улицам, у меня в памяти невольно всплывали вот эти строки. Они принадлежат писателю, который нынче полузабыт, а когда-то был на Олимпе. Возглавлял Союз писателей СССР Константину Федину. В 20-х годах 20 века он приехал в Калугу и с удивлением обнаружил. Обыватель в Калуге не просто общителен. А Радушин. Он не только обязательно расскажет вам, как пройти к палатам Коробовых, дворцу Марины Мнишек. Он проводит вас до Березуевского оврага и долго будет смотреть вам вслед, чтобы вы, чего доброго, не прошли лишнего квартала. Радуши и широта были, видимо, присущи Калуге издревле. Вот этот мост через Березуевский овраг был построен в 1777 году для проезда повозок и карет. А простоял этот мост без капитального ремонта 230 лет, выдерживая самые тяжелые грузовики и самые габаритные автобусы наших дней. Вот с таким размахом строили в Калуге в 18 веке. А широту калужской души не понять, если не знать, что ни в одной российской губернии до 1917 года не возводилось столько храмов и монастырей, как в Калужской губернии. И что примечательно, большинство храмов не были разрушены ни в пору воинствующего атеизма, ни в пору военного лихолетия и ни в пору хрущевской оттепели. Вот этот величественный Троицкий собор в Калуге вернул свой первозданный облик в очень короткие сроки. Также быстро восстановились Оптино пустынь в Калужской области и другие храмы и монастыри. В 20 веке Калужская земля сохранила свою духовность и радушие. И в 21 веке своеобразие калужской души обернулось уникальным экономическим феноменом, который может занять достойное место в новейшей российской истории. И в этом мы можем убедиться, бросив взгляд в наше недавнее прошлое. Я, ты, он, она, вместе, целая страна, вместе, дружная семья, словим мы сто тысяч, я! Больше глаз! Оторный! Черный, рыжий и льняный! Грустный и веселый! Города веселый! Рождение могучей русской экономики в 20 веке это явление мистическое. Оно не поддается рациональному материалистическому объяснению. Магнитогорский металлургический комбинат Урау-марш! Гузбасс! Ни кнутом, ни пряником немыслимо было побудить крестьянскую Русь к тем великим трудовым подвигам, которые совершались на великих стройках сталинских пятилеток. Гиганты новой индустрии в Советском Союзе возводились на энтузиазме, на идеалах служения Родине и грядущим поколениям. Но рывок страны от Сахи к машине стал возможен также и потому, что огромный подъем духа до Рода был сплавлен с самой передовой в мире научно-технической мыслью. Перед нами кадры из музея иностранных специалистов в Кузбассе. В 30-е годы наша страна активно нанимала инженеров из США и Европы и активно закупала технологии за границей. Это потом они переплавятся в русском котле и станут русскими. После восстановления разрушенных войной городов и сел экономика Советского Союза, где отечественный опыт хозяйствования органично сочетался с иностранным, развивалась с самыми быстрыми темпами в мире. Но произошел сбой. Так давайте, товарищи, все сделаем, чтобы сегодняшнее наше хорошо, чтобы завтрашнее еще было лучше. При Хрущеве политика страны наполнилась абсурдом. Бездумно перекраивалось управление отраслями и территориями. Огромные средства были вбуханы в то, чтобы вспахать целинные земли и поднять там пыльные бури. Планы индустрии все меньше учитывали реальные потребности граждан. Но экономический потенциал страны по инерции сталинских времен по-прежнему наращивался. Мы строили, строили и строили. Братская ГЭС Ивановский комфольный комбинат Волгоградская ГЭС Товарищи, обсуждение проекта Конституции завершено в обеих палатах Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик. Политбюро эпохи Брежнева, покончив с экспериментами Хрущева, вернуло довоенную модель управления. И почти на 20 лет законсервировало те социально-экономические отношения в стране, которые были при Сталине, и которые сам Сталин в предсмертной своей книге «Экономические проблемы социализма» предлагал реформировать. Брежневская власть в упор не видела достижений научно-технической революции в капиталистических странах Запада и, в отличие от социалистического Китая, не давала ни малейшего продаха частной инициативе. Планы производства в Советском Союзе выполнялись и перевыполнялись, но планы верстались государством ради самих планов, а не ради того, в чем нуждались люди. Универмаги были забиты отечественной продукцией, а большинство граждан мечтали купить из-под полы импортные товары. Цены на продукты повышенного спроса держались на низком уровне и распределялись с черного хода. Престижным стало иметь блат, а не заслуги на работе. Стимулы к труду сводились к нулю, и страна постепенно скатывалась к тому, что дефицитом в ней стало все и вся. Годы правления Брежнева принято именовать «застойными». Но застой в те годы был только в умах и в производстве предметов потребления, но не в развитии экономики в целом. СССР, Прибрежневе, как раньше, оставался страной великих строек. Великие стройки сталинских, хрущевских и бреждевских пятилеток были точками развития нашей экономики. При Горбачеве энергия страны была перенацелена не на развитие, а на сотрясание воздуха. Стройки в перестройку вышли из моды. Приметой страны стали не столпотворения на стройплощадках, а толпы на митингах в Москве и других городах. Разговорами о перестройке страны от застоя к развитию власть заболтала развитие государственной экономики вообще и, разрешив кооперативы, совместные предприятия и частные банки, позволила взрасти на ее теле паразитическому финансовому капиталу. Застой в развитии всей экономики в целом наступил при Горбачеве, и именно этот полный застой привел и к распаду государства, и к расколу общества на богатых и бедных. При Ельцине в России не думали не только о великих стройках, но и о любых производственных стройках вообще. Власть и активное меньшинство общества были заняты исключительно дележкой. Дележкой всего того, что создано было народом до Горбачева. Дележкой сфер влияния в обществе и дележкой территории России. Разгром чеченских сепаратистов остановил парад суверенитетов и распад страны. Восстановлено единое правовое поле в стране. Все законодательства в субъектах федерации приведены в соответствие с Конституцией России. За годы правления второго и третьего президентов России В стране практически завершился не только раздел, но и передел собственности. Мы давно уже не слышим о массовых кровавых разборках бандитов на предмет контроля над торговлей и недвижимостью. О войнах олигархов между собой теперь уже почти никто даже не вспоминает. Устранены непримиримые конфликты между исполнительной и законодательной ветвями. Россия без потрясений выдержала удар мирового финансового кризиса и все нынче согласны, что в ней имеет место быть политическая и экономическая стабильность. Но что означает эта стабильность? Развитие или застой? Среди пишущих и говорящих в разнобой мнений кто-то видит развитие, кто-то застой. Но есть ли бесспорные абсолютные критерии, по которым можно оценить нынешнюю ситуацию в России и определить, развитие в ней или застой? В минувшем ноябре в Калуге проводил свое заседание клуб «Валдай». Клуб, который объединяет ведущих экспертов по России из Америки, Европы, Китая, Индии и наиболее известных политологов нашей страны. Они собираются вместе ежегодно с 2004 года для обмена мнениями по разным проблемам и по окончанию дискуссий знакомят с их выводами Владимира Путина. Тема заседания клуба нынешней осени – выборы 2011-2012 годов и будущее России. Члены «Валдая» высказывали в Калуге свои прогнозы. А что думают признанные в мире высоколобые интеллектуалы о современном состоянии нашей страны? Застой теперь у нас? Или развитие? Россия постоянно развивается. Я не думаю, что в России такая уж страшная стагнация. Правда, люди, которые живут в России, ее критикуют очень сильно по очень простой причине. Потому что эти люди, которые критикуют Россию, конечно, внутри и изнутри, они ожидают для своей страны лучшего. Россия в целом, безусловно, находится в глубоком застое. Есть даже мысль о том, что у нас существует политическая стабильность наподобие Брежневска. Но, в общем-то, эта мысль довольно спорная. Есть определенное развитие, но оно недостаточное, чтобы адекватно ответить на стратегические и глобальные вызовы. И поэтому сегодня требуется определенный прорыв. И, собственно говоря, общество, по-моему, готово к тому, чтобы был этот прорыв. Я думаю, что развитие, но оно обеспечивается прежде всего углеводородами. Если мы вычеркнем вот эти цифры, которые касаются газа и нефти, то ситуация будет выглядеть намного хуже, к сожалению, чем хотелось бы. Среди членов клуба «Валдай», как мы видим, тоже нет единодушия. Но из разговоров с ними можно сделать вывод, что застоя в стране, такого полного застоя, как при Горбачеве, в стране нет. Нет потому, что сегодня в России есть точки роста, где развитие обеспечивается без проедания природной ренты, и где создается эффективная, наукоемкая и высокотехнологичная экономика 21 века. Такой точкой роста в настоящее время бесспорно является Калуга. Это засвидетельствовали почти все интеллектуалы «Валдая», с которыми нам удалось поговорить. Она соответствует и уровню развития России, но одновременно ведет вверх и вперед. Другое дело, что пока Калуга – это все-таки анклав. Россия с его талантным народом, с его богатством природным, я думаю, что получится гораздо лучше, чем в Китае. Лучший пример уже перед нами Калуга. Безусловно, Калуга – точка роста, но опять-таки мне кажется, что опыт Калужского региона автоматически, например, в Сибирь не перенесешь. Калужская область мало-помалу приобретает сегодня ту репутацию, которую имели территории Магнитки, Уралмаша, Братская ГЭС и КамАЗа, БАМа и Тюменского Севера. То есть репутацию территории, где есть и великая стройка. Это признают эксперты-экономисты, это признают политологи, это признают и политики. Пример Калужской области убедительно показывает, как можно практически с нуля создавать новые индустриальные центры, активно привлекать передовые технологии, открывать дополнительные, хорошо оплачиваемые рабочие места. Новые индустриальные центры в Калужской области, то есть комплексы новых заводов, отвечающих вызовам 21 века, расположены в индустриальных парках. Они, по сути, являются стартовой площадкой стремительного роста калужской экономики. Как и за счет чего выросли индустриальные парки в Калужской области? Почему их не удается создать другим областям? Мы поговорим об этом чуть позже. А сейчас мы предоставляем зрителям увидеть то, что они никогда не видели, и то, что не суждено было посмотреть недорогим гостям области, членам Валдайского клуба. А именно, увидеть всю индустриальную панораму новой калужской экономики такой, какая она есть. Редактор субтитров А.Семкин Мы увидели калужские предприятия с воздуха. Теперь видим их земли, снаружи и изнутри. В этих телевизионных картинках отражена производственная деятельность. Но не только. Эти картинки – убедительные свидетельства того, что в Калуге зарождается тот новый технологический уклад, который влечет за собой перемены в укладе жизни нашего общества. В Калужской области создается современное производство, автоматизированной линии. И это останется в Калужской области. Формируется новый класс рабочих, новый класс инженеров, которые имеют совершенно другое мышление. И это потенциал Калужской области, который останется здесь и будет развиваться. Я считаю, что бизнес будет развиваться дальше. Просто нужно реально смотреть на вещи и немножко вспомнить историю, вспомнить те 90-е, как жил народ, как жила страна, и как живет сейчас. И реально сейчас люди живут намного лучше. В первое время мне казалось, что я попал в какой-то сон. То есть ты обращаешься к чиновникам по различным поручениям, тебе дают неформальные ответы и неформальные советы, а конкретно помогают. За пять лет в индустриальных парках Калужской области создано около 10 тысяч новых рабочих мест. Еще около 6 тысяч появились на предприятиях, открытых вне индустриальных парков. По заработной плате в Центральной России Калужская область опережает все другие субъекты федерации, кроме Москвы и Подмосковья. Огромное количество калужан получили возможность реализовать себя на малой родине. Это мой родной город. Я хочу работать здесь. Я надеюсь, наш город будет развиваться дальше. Будут все условия для дальнейшей жизни, для создания семьи. Работы, конечно, чтобы зарплата росла. Если все это будет, то я даже не буду думать, никуда уезжать отсюда. Я на маркетолога вообще учился. Сперва надо узнать производство, чтобы его потом делать анализ на рынке, чтобы его в итоге продавать. Надо сперва узнать его с самого низу. Как он производится, из чего производится. Был соблазн, но здесь я так прижился, вроде уже как добился многого. Знакомился с коллективом. Просто не хотелось ходить, потому что зарплата была, в принципе, такая. А на данный момент я считаю, что зарплата там даже ниже, чем здесь. Даже так. Поэтому соблазн отпал сам собой. Думаю, что если такие же темпы развития нашей области сохранятся, это все-таки будет привлекать людей. Потому что если едут из других областей к нам, значит, видимо, это очень хорошо. Для них, видимо. А для нас уже очевидно, что перспектива развития и есть. А зачем нам ехать куда-то в город, где-то искать, если у нас здесь вот она работа. Сегодня молодежь ценит не только зарплату. Сегодня молодежь ценит и интересную работу, и, безусловно, она ценит общие условия жизни. Когда где-то с нуля возникают новые масштабные производства, то, как правило, возникают проблемы у традиционных производств конкретной территории. Удалось ли ужиться новой калужской экономике, сдействовавшей в область? Гордость индустрии Советского Союза Калужский турбинный завод и сегодня выпускает мирового уровня качества турбины для подводных лодок и тепловых электростанций. Обнинская НПО «Технология» как успешно работала, так успешно работает на космос, авиацию и ракетный щит страны. Калужский электромеханический завод продолжает выполнять оборонные заказы, но этим не ограничивается. Завод производит товары народного потребления. Это позволяет чувствовать пульс рынка и в планах предприятия существенно увеличить объем продукции именно этого направления. Предприятия традиционные создавали имя региону в прошлом и в настоящем. Они есть на карте Калужской области. Они выжили. С появлением новых производств, конечно, борьба за каждого человека, который может прийти и стать в связи за компьютер, или стать за станок, конечно, он становится жестче. Возрождаться может тот, кто погиб. Мы живы, мы работаем, мы достаточно после кризиса успешно развиваемся. Область была одним из регионов, которые я первым посетил. Ну и, конечно, трудно сравнивать с тем, что сегодня. Если честно, Калужская область в те годы была одной из самых отстающих в Центральном федеральном округе. Практически с нулевым развитием с точки зрения промышленного производства. Ну, за исключением буквально одного-двух предприятий, которые достаточно эффективно работали. Все остальное было в тяжелом состоянии. Село весьма так слабо было развито в то время. Поэтому, если честно, когда я первый раз туда приехал, думал, что это будет одним из самых проблемных регионов, на которые мне придется обращать как можно больше внимания. Никаких объективных преимуществ в начале 2000-х годов Калуга не имела. Ее экономический рывок – результат субъективных факторов. Кадры управления в регионах и в 21 веке решают все. Признанный успех Калужской области – это успех кадров регионального управления. Именно поэтому Калужская область, обделенная драгоценными недрами, стала лидером в России по темпам и промышленного роста, и роста бюджетных доходов. А кадры с 2000 года подбирал и их деятельность направлял один человек – губернатор Калужской области. Считаю, что это один из наиболее эффективных губернаторов в России, потому что Калужская область, даже не случайно, что она является одним из самых крупных торговых партнеров Москвы, хотя область не самая большая. За последние годы она превратилась в высокотехнологичный центр производства продукции, который потребляется москвичами, начиная от автомобилей, заканчивая бытовой техникой и сельским хозяйством. Конечно, такого уровня производства, такого уровня экономики невозможно достигнуть без таких слаженных, серьезных, эффективных действий региональной власти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Работоспособность в высшей степени важная составляющая успеха Анатолия Артамонова, но не решающая. Я думаю, что губернаторы депрессивных регионов тоже работают много, но слово «много» не является синонимом слова «эффективно». Стратегия губернатора Артамонова исключает изобретение велосипеда. Учиться! 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 Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Опора на знания – важная слагаемая успеха, но не решающая, а какое же решающее – умение рисковать. Без риска Калуга не получила бы два новых моста в 2000-м и в 2008-м, когда грянул финансовый кризис. В федеральной казне не было свободных денег. Мосты возводились в долг, под личную ответственность губернатора, в нарушении всех установленных финансовых правил. И если бы Владимир Путин не распорядился оплатить огромный объем работ, уже выполненных по честное слово, то чем бы обернулось для Анатолия Артамонова грубейшее нарушение финансовой дисциплины – неизвестно. Не было бы двух новых мостов через Аку, не было бы на ее правом берегу ни индустриального парка Калуга-Юг, ни индустриального парка Росва, и не стартовала бы там на свободных землях массовая жилищная застройка, и не выросли бы ледовый дворец и бассейн Калужского университета. Но все это теперь на правобережье есть. Есть потому, что губернатор Артамонов пошел на риск. Приход в Калугу якорного инвестора «Фольксвагена», за которым потянулись многие другие инвесторы, производящие автокомплектующие, также результат риска. А кто мог знать, бросит «Фольксваген» якорь в Калуге или нет? И если бы он якорь не бросил, чем бы обернулась долговая петля для губернатора? На риске созданы практически все калужские индустриальные парки. Никто ведь не мог дать гарантий, что они быстро наполнятся предприятиями и быстро откупят затраты на них. Это стало ясно только в последние годы. Если не рисковать, тогда вообще ничего не надо делать. А вы думаете, когда мы затрачивали колоссальные средства, чтобы подготовить эту площадку, мы не рисковали? Мы очень рисковали. Каждый новый проект – это новый риск. Последует ли за ним успех – неизвестно. Так что же заставляет губернатора каждый раз рисковать? Стиль нашего губернатора, он проистекает от того, что он коренной калужа. Не скажу, что это частое явление, когда губернатор длительное время возглавляет область и своим происхождением обязан этой земле. Поэтому он проживает как бы две жизни. Одну реальную, а вторую историческую. Ведь надо думать, что Анатолий Дмитриевич связывает себя с этой землей постоянно. Поэтому в этом особая ответственность и особый смысл. Ведь не главное в том, как мы его сегодня ценим, а главное в том, как его будут ценить через определенное количество лет. И поэтому вход в историю для губернатора чрезвычайно важен. Отсюда он представляет смысл своей жизни, что ли. По-настоящему служению. Он служит. Он служилый человек. Во всем служилый. Он государственник до чрезвычайности. Он последовательный. Он настойчив в своих действиях. В Калужской области очень много сохранили таких как бы девственных, нетронутых, неиспохабленных мест. А вот природа – это книга, данная Богом для нас. Естественная книга, которая раскрывает величие, красоту, мудрость Создателя. И вот это все отражается в Калужанине. И замечательно, что у нас руководство области, оно ведь из местных, из Калужан, оно любит свою землю, свой дом, свою родину. И отдает все силы, чтобы вот именно служить. Вот это я скажу, служить народу. Вот это я скажу и является основной особенностью всех, кого я здесь встречаю, руководителей. У меня в руках книга «Калужский вектор». Здесь собраны беседы губернатора Анатолия Артамонова с разными-разными людьми. И здесь есть вот такая фраза. Но управлять развитием на порядок сложнее, чем управлять стагнацией. В Калужской области налицо развитие. Им трудно управлять при стабильности в стране. Но гораздо сложнее при нестабильности. В России сегодня пока все спокойно, беспокойно в мире. А наша экономика в 21 веке стала частью экономики мировой. И испытав катастрофу по внутренним причинам, мы можем столкнуться с ней опять по причинам внешними. И как же важно теперь не шарахаться, сохранить то, что мы имеем. Как нужно, чтобы было согласие внутри народа и единство народа с теми лидерами, которые готовы рисковать ради дела, а не ради властных амбиций, славы, денег. Нам не надо опускать руки, а надо смело идти вперед. С верой и любовью. Идти изо дня в день по пути строительства России. Развитие своей духовности, развитие в сердце каждого человека любви к Богу, к Родине, к ближним. Если мы все вместе будем объединимся и с верой, и с любовью, и с ответственностью подходить к каждому дню нашему, в котором мы проживаем, чтобы он приносил пользу для каждого из нас, в этом будет и успех России. Мы получили тяжелое наследство 90-х годов 20-го века. Мы медленно, но уверенно с ним прощаемся. Но нам нужно быть готовым к новым испытаниям. Над тобою солнце светит, Родина моя! Ты прекрасней всех на свете, Родина моя! Я люблю страна твоей просторы, Я люблю твои поля и горы, Сонные озера и гулящие моря. Над полями выгнет спину Радуга-куга, Там откроет в стоп трофинах Синяя тайга. Вновь настанет время А потом опять на землю лягут Белые, огромные, роскошные снега, Как будто праздник. Будут на тебя Слезы удивленно смотреть, Будут над тобой Добрые рассветы гореть. О, небо Синей пышенье Птицы будут радостно петь, И будет песня звеней Как тобой в облаках На крылах и твоих